Привет, друзья! Сегодня на ремонте будут два крутых и очень интересных аккумулятора от известной фирмы Milwaukee. Немножко погуглил. Оказывается, это довольно новая серия. Но и по корпусам, по пластику это видно. Раз клиент пользуется, а корпуса в очень хорошем состоянии, то значит куплены не так давно. Клиент сказал, что где-то год назад он попробовал заряжать эти аккумуляторы в быстрой зарядке, после чего аккумуляторы перестали заряжаться. Вот так вот выглядят аккумуляторы. Сделаны, конечно, круто. Посмотрим, как они себя ведут с зарядом устройстве. Клиент говорит, что они не заряжаются. Горит зеленый светодиод и ничего не происходит. Чтобы понять, что произошло, нужно обязательно разобрать аккумулятор. Ну вот, начал сигнализировать об ошибке, как раз он об этом и говорил. Светодиод мигает красно-зеленым. Чтобы понять, что произошло, нужно разобрать. Без этого можно предполагать довольно много и это никаких результатов не даст. Чтобы открыть аккумулятор, не отклеивать наклейку. Я просто здесь сделал надрез. Клиент говорит, так будет лучше. Чтобы наклейка потом не отклеивалась. А также нужно выкрутить 4 шурупа. Выкрутил болты и корпус очень легко начал открываться. Появилась щель. Здесь стоит резинка, которой как раз элементы и зажаты. Опа. Так. Интересно корпус сделали. 12 вольт. Получается, здесь должны стоять три элемента последовательно. Здесь стоит шесть элементов. Значит, по две в параллель. Да, мощная батарейка, однако. Элементы здесь пока непонятно какие. Возможно, Samsung 30Q. Судя по цвету. Надо аккуратно снять часть пластикового корпуса, чтобы добраться до всех элементов. Но что-то прям туго. Никак не хотела эта пластиковая часть стягиваться. Смотрю, здесь держится все мощно, конечно, но излишне тянуть я не рискну. Вот здесь поддел и корпус довольно легко начал сниматься. Да, туго посажено. Что здесь за элементы стоят? Да, Samsung 30Q на 3000 мАч. Как раз емкость аккумулятора 6 Ач. По две параллельно и три последовательно. Сделано очень мощно. Стоят такие перемычки жесткие прям. Молодцы. Надо прозвонить, какие напряжения на параллелях. Я здесь никакой BMS не вижу. Это очень хорошо. Поэтому с батареей ничего не должно случиться. Тут нет никакой логики. И она не запоминает, что была в ошибке. Какое напряжение здесь на батарее? 10,93 В. Это, скорее всего, отводы между элементами как раз. Для контроля напряжения на каждом элементе и, возможно, для балансировки. Так, 3,26, 4,11, 3,54. Да, батарея по каким-то причинам сильно разбалансировалась. Интересно очень, по каким причинам. Хотел подпаять сюда балансировочный разъем вот такой вот, чтобы подключить его к зарядному устройству. И она автоматически все бы отбалансировала. Не нужно было бы этим заниматься вручную. Но, смотрю, здесь стоят резисторы на плате. И вот эти вот выводы идут через резисторы. На всякий случай, видимо, чтобы мало ли чего нигде ничего не замкнуло. Молодцы, защитили. Не сделали напрямую их. Значит, балансировка через этот разъем родным зарядным устройством не производится, потому что это сделать невозможно. Это очень плохо. Так, вот здесь я вижу, одна параллель идет. Значит, вот этот элемент запараллелен с вот этим элементом. Ничего не остается, как отбалансировать все вручную. Подключился к первой параллели, которая снизу здесь. До нее легко добраться. Выставил и разрядный, и зарядный ток 4 ампера. Зарядное устройство использует значение этих токов, когда я выбираю режим хранения. Сейчас зарядное устройство дозарядит эту параллель до 3,8 В. Одна параллель здесь 4,11 В. Ее зарядное устройство разрядит до 3,8 В. А вторую параллель также подзарядит до 3,8 В. Легкого ремонта не получается, как всегда. Впрочем, я не удивлен. Начал заряжать параллельные элементы. После завершения заряда смотрю, напряжение постепенно, постепенно, медленно, медленно падает на одной параллели. Убежал, пока занимался делами. Смотрю, напряжение значительно ниже. Все-таки где-то есть саморазряд. Поэтому подключил все же балансировочный провод, но уже напрямую к перемычкам. Сюда можно плюс-минус подпаять, вот в эти места. Плюс я сюда подпаял, минус можно сюда, но я подпаял вот сюда. И далее, раз здесь плюс, вот он идет. Тут первая перемычка, вот она. Вот это вот вторая перемычка. И сюда, как я уже сказал, подпаял плюс батареи. Подключаю балансировочный провод к зарядке. Теперь можно видеть в реальном времени напряжение на элементах. И сейчас-то я уж поставлю балансироваться. Эта зарядка умеет балансировать хорошим током. Думаю, за часик она точно отбалансирует элементы. Потом я их полностью заряжу в среднюю точку и оставлю на полдня. Может быть, посмотрю, падает ли напряжение или мне это показалось. Балансировка началась со второго элемента. Он самый высокозаряженный. Как только напряжение чуть понизится, до вот этого вот к нему присоединится первый элемент. И будут они разряжаться до напряжения третьего элемента. Затем зарядка должна завершить балансировку. Погорячился я насчет одного часа. Прошел не один час, конечно же. Напряжение практически одинаковое. 13 милливольт. Сейчас поставлю на заряд. Ток 4 ампера. Уже в верхней точке можно будет наблюдать, есть ли саморазряд. Потому что саморазряд нужно наблюдать в верхней точке. Бывает, что элементы до 3,6 вольт имеют саморазряд, а ниже уже его нет. Но с этим я сталкивался пару раз в своей практике. В основном все элементы нормально работают. Здесь очень даже интересный случай. И тем интереснее получается ремонт. Ну и само видео, я надеюсь, вам тоже интересно. Обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях, интересно ли вам, чем это закончится или нет. Заряд завершился. Залилось 5200 мАч. Как мы помним, аккумулятор был немножко заряжен. Я думаю, что емкость у него все еще номинальная. Может быть, чуть-чуть пониже. Сейчас ставлю на заряд с балансировкой. Медленный баланс. Сейчас элементы отбалансируются. И я оставлю на несколько часов, может на ночь. Посмотрю, будет ли саморазряд. Может быть, для этого не понадобится целой ночью. Может быть, саморазряд будет виден сразу. Посмотрим. Дозаряд с балансировкой завершился. 116 мАч залилось. 4,194 тысячных. 4,195 тысячных. 4,190 тысячных. Разница в 5 мВольт между элементами. Все. Оставляю. Посмотрим, есть ли саморазряд или нет. Прошло около 12 часов. Я время от времени делал фотографии, чтобы смотреть, падает ли напряжение для себя. Это первая фотография. Напряжение падает на всех трех элементах. Но на третьем самое сильное. Потом идет первый. И на втором тоже немножко падает. Не знаю, по каким причинам это происходит. Сейчас даже еще ниже на всех трех элементах. Сейчас я еще раз поставлю на зарядку с балансировкой. После этого оторву никелевые ленты. Чтобы понять, это элементы сами разряжаются или плата сама их разряжает. Может быть, какой-то глюк на плате. Несколько раз включал батарею на баланс. В итоге получилось добиться 3 мВольт разницы. Сейчас буду разрывать никелевые ленты. Где доступнее, там и оторву. Вот что в итоге вышло. Здесь разорвал. У этого элемента здесь. У этих элементов здесь. И вот этот элемент оторвал вот отсюда. Все. Теперь они висят в воздухе. Через некоторое время, часов на 10 оставлю этого. Думаю, будет вполне достаточно, чтобы понять. Сейчас еще, конечно, можно прям конкретно этикеточки поставить. Вот такие вот. У меня есть стикеры. Наклеил. Сейчас прям подпишу каждый элемент. Какое на нем напряжение. 4,19. 4,19. 4,2. Все. Теперь можно смело оставлять. Часов на 10. Спустя 20 часов еще раз делаю измерения. Я тут уже делал предварительные измерения. Сначала 4,19, 4,08, 3,91. Вот это была как раз третья параллель. Сейчас на ней 3,91 вольта. Тут 4,19, 4,18, 4,18, 4,2. И вот этот элемент тоже немножко разряжается. Короче, как раз тут в двух параллелях есть элементы, как минимум по одному, из-за которых как раз саморазряд. Эту батарею я тоже отбалансировал. И в ней тоже появляется разбаланс. 4,1, 4,1, 4,08. Предложу клиенту заменить все элементы. Ну а как по-другому? Инструмент очень качественный, должен быть надежным, работать надежно. А тут такая беда. Менять только лишь часть элементов, это, конечно, не дело. Возможно, появится саморазряд у других элементов тоже. Если он, конечно, еще не присутствует, но в малых количествах, то он, возможно, появится в будущем. Поэтому нужно менять все. Поговорил с клиентом. Он решил одну только сделать. Но я думаю, что вот эту вот. У нее прям ярко выражен саморазряд. Получается, я зарядил по полной почти до 4,2 вольт. И спустя 20 часов уже 3,91. И дальше будет только хуже. Это получается за 20 часов процентов 40 емкости ушло. За трое суток разрядится, скорее всего, по полной. Здесь заменю все элементы, а эту соберу. Пусть попользуется. Я не знаю, как она дальше себя будет вести. Возможно, саморазряд куда-то как-то уйдет со временем. Не знаю. У меня такого опыта не было. Если у вас есть такой опыт, напишите в комментариях, бывает ли такое, что саморазряд сначала есть, потом он исчезает. Сейчас придется переварить здесь все элементы, демонтировать их аккуратно и заварить новые. Использовать буду не Samsung, а LG. Samsung 30Q, который здесь установлен, на разряд по дата-шиту 15 ампер. А LG, который я хочу сюда поставить, модель AG2 имеет на разряд 20 ампер. Это будет даже круче. Начал разбирать батарею. Во-первых, очень ломкий материал. Здесь вот ломается сразу же. Тут сломалось, тут сломалось, тут уже сломалось тоже. Здесь я наварился в этих двух местах. Но хотел еще обратить внимание на то, что как здесь вот сделано. Вот тут плюс выходит с этой стороны. Вот на вот этот провод плюс. Со стороны плюсы. Это первая параллель. Она идет вот сюда. Здесь один элемент плюсом приваривается. А второй элемент, вот он лежит. На него идет перемычка. И смотрите, как здесь сделано. Здесь идет элемент напрямую, приваривает. А второй к нему элемент через довольно длинный провод. И ладно бы он длинный был. Вот этот вот аппендикс. Короче говоря, вот этот элемент будет гораздо сильнее нагружен, чем вот этот вот. Но как так можно проектировать такие вещи? Дальше здесь идет... Здесь соединяется. И вот этот вот тоже здесь соединяется. Да, все верно. А плюс выходит отсюда. Вот он плюс. Ага. Все верно. Но дальше более-менее нормально. Но вот это вот, конечно, здесь понаворотили. Зачем было делать такую батарею? Ну, я понял. Они хотели в ручку поместить. И тем самым уменьшить габариты. Но электрическая часть пострадала за счет этого. Получилась сложная конфигурация батареи. И я считаю, что для надежности важно, чтобы электрически все было верно, правильно собрано, симметрично нагружено по элементам. А эргономика должна быть уже на втором месте после этого. Но маркетологи идут впереди планеты всей, как всегда. Страдает надежность. Ладно, продолжаю разбор. Дальше буду менять элементы. Итак, вчера очень поздно закончил. Заодно аккумулятор простоял какое-то время. Посмотрю, какой у него разбаланс. Есть ли он сейчас в средней точке. 3,68. 3,67. 3,67. У него разбаланса нет никакого. Пробую ставить зарядное устройство. Момент истины вообще. Сможет ли она заряжать этот аккумулятор. Так. Стало слышно свист преобразователей зарядного устройства. Заряд пошел. Немножко полежит. Итак, минута прошла. Владелец говорил, что через минуту зарядное устройство выдавало ошибку. Сейчас ошибки никакой нет. Хорошо. Значит, заряд идет нормально. В принципе, я не сомневался. Здесь никакой электроники нет. Только лишь два резистора стоят на плате и датчик температуры. Все, оставлю. Пусть заряжается. Итак, прошло энное количество времени. Зарядное устройство показывает, что аккумулятор заряжен. Какое напряжение на элементах. 4, 12, 4, 11, 4, 11. Отлично, оставлю. Часов на 10-15. Прошло полутора суток. Интересно, какое здесь теперь напряжение. Ну, должно быть все в порядке. 4, 11, 4, 11, 4, 11. Отлично. Саморазряда никакого не наблюдается. Значит, это говеные эти Samsung элементы. Может, брак какой. Не знаю даже, сталкивались ли вы с таким. Пишите в комментариях, был ли подобный брак именно на фирменных, оригинальных элементах или нет. Назад возвращаю бумажку эту. Отлично. Аккумулятор заряжен. Говорит зарядное устройство. Все, можно собирать, отдавать клиенту. Пусть тестирует и этот, который я отбалансировал просто. И теперь с новыми элементами тоже. Единственное, подпишу. Вот так вот. И все. Чтобы было видно, какой из них какой теперь. Я думаю, по-любому все будет в порядке. С этим аккумулятором уж точно. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Это очень мотивирует на съемку подобного видео. Я думаю, что ремонт будет быстрый. Получится всего лишь отбалансировать. Но, как вы видите, был саморазряд. И ремонт затянулся довольно на много дней. Плюс съемка, которая тоже очень сильно. Как минимум в два раза замедляет все это дело. Останется только теперь смонтировать для вас это видео. Надеюсь, все-таки оно вам понравится. Обязательно ставьте лайк, если видео было полезным. Делитесь этим видео обязательно в соцсетях. Это помогает продвигать видео и канал в целом. Тем самым больше хороших людей видят полезные видео, которые помогают им самостоятельно что-то отремонтировать. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До новых встреч на канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok